Хей, и всем привет, ребята, с вами Бодя. Мак, Мак, конечно же, Дэн. И в прошлый видос мы его не заценили, извиняйте меня, потому что я не успел его посмотреть, хотя как я его мог не успеть посмотреть, не переживайте, скоро выйдет в него реакция, поэтому ждите. И погнали, заценим его новый видос, это как уговорить маму не идти в школу. Ну-ка, Денис, уговори меня. Здрасте. То есть удиви меня. Что вы делаете у меня под кроватью? Итак, я знаю, что ты сейчас расстроен. Почему? Потому что уже скоро тебе опять придется идти в это место. Школа. А, да. Аж страшно становится. Но это не удивляемся. О, этого слова. И ты включил это видео только для того, чтобы еще немножко оттянуть этот ужасный момент. Но не уйдайся, Денис Мак тебе поможет, мой юный друг. Сегодня я расскажу тебе, как вместо привычного маминого... Нет, пиздуй школу. Слышать? Да, конечно, можешь остаться сегодня дома. На самом деле это видео должно быть... Аааа. Делал хитрошобый школьник, но он подла заболел. Я надеюсь, он реально заболел, а не, как всегда, ему просто лень снимать видео. Опять этот дебил повелся. В общем, привет, ребят, меня зовут Мак. Ну так, вдруг кто не знал. Нет, тебя Денис зовут, не ври врун пердун. Кстати, которую я использую, это подкуп. Но, к сожалению, мама не депутат, поэтому деньги здесь не помогут. Вообще, подкупить маму, это достаточно непростое занятие. А иногда... А, купить ей, кстати, можно розы, чтобы она была такая, ой, спасибо большое, и все. И ты такой, типа, мамуль, я же в школу сегодня пойду. Да, сыночек, конечно, ты не пойдешь сегодня в школу. Пердуй! Ну и не получится все равно, мне кажется. Это же попросту невозможное. Лучше всего в этом случае помогает подкуп своим физическим трудом. Ма, что мне сделать для того, чтобы сегодня не пойти в школу? Хм, ну, убраться во всем доме, помыть посуду, сходить к бабе Гале, подоить ее корову, сделать ей массаж спины, потому что остеохондроз ее уже замучил. Также починив вот эту дверь в сарае, которая заедает, она меня, честно, уже выбесила. Ну, еще пару заданий помелочи, и, в принципе, да, можешь остаться дома. Пока, мам, я в школу. Нет, я бы тоже лучше пошел. Хех, слабак. Да, это не всегда легко. Ну, а третья тактика для тех, кто не хочет стать личным рабом своих родителей. Давить на жалость. Для этого придется использовать все свои актерские способности. И не делать так, как я. В школу вставай. Мама, я... Кажется, кажется, я умираю, мама. Если через три минуты ты не будешь одетым, я... Дэн, ты идеал. Он аж вспотел. Меня так проперло сейчас. Понял. Да, это действует не всегда. У меня, например, никогда не действовало. Ну, а если вы такой же неудачник, как я, то третья тактика именно для вас. Она для тех людей, кто не ищет легких путей. Значит так, вам нужно четко запомнить весь стиль вашей мамы. Как она одевается? Во что она одевается? Как она одевается и во что она одевается? Это же не оно. Забыли. Какая у нее прическа? Какой у нее макияж? С какой ноги она встает с кровати? Все это нужно запомнить. Вы спросите, для чего? Идем дальше. Скопируй в точности ее гардероб и оденься, как она. Сделай такую же прическу. Ну да, я вижу, что у меня... Что это? Ух ты, я изобрел новый тип прически. Так вот, я знаю, что у меня, возможно, не очень точно получилось скопировать мою маму. Но, слушайте, я реально старался. И вуаля, готово. А после этого просто идите к директору и говорите, что мой сын... Мой сын дебил. Говорите просто, что ваш сын не может ходить в школу и бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Придумайте что-нибудь сами. Профит, готово. Это лучший метод, как по мне. Ну... Вы, конечно, можете просто научиться поделывать подпись вашей мамы, сделать себе справку. Да, а потом просто взять и пойти... За эту тюрьму! За то, что ты можешь поделать росписи. Или... Ну, это статья. И не нужно будет ни в кого переодеваться. Ну, блин. Ну, это скучно. Ну, и еще существует одна дополнительная тактика. Ну, я вам так скажу. Она супер секретная. Но, так же быть, вам я ее расскажу. Набейте температуру. Значит так. Нужно в инстаграме подписаться на аккаунт мак... А нужно, знаете что, в описании. У нас с вами самый лучший, самый говнистый инстаграм в мире. Лавфани. Подписывайтесь на него. Там скоро выйдет новая фотография с младшим братом. 150 тысяч зрителей, помогите набрать, пожалуйста. Нижнее подчеркание YouTube. Потому что меня мак уже обгоняет. Мой аккаунт. В общем, потом лайкнуть. Три любые фотки. И после этого сами увидите, что будет. Вы не пожалеете. Хорошо. Мак, подчеркивание YouTube. Подписаться. Лайк. Он меня обгоняет. Пожалуйста, ребят. Лайк. Лайк. Ну что, теперь? Сынок, знаешь, я тут подумала. Можешь не идти сегодня в школу. А еще, вот. Держи, держи. Эти деньги мы с папой копили на отпуск. Но знаешь, тебе нужнее. Купи себе скутер, о котором ты давно мечтала. И вообще, если что мне понадобится, говори. Я так тебя люблю. Я сделаю все, что ты захочешь. Чего? Че это ты на нее нашла? Подписывайтесь на мак-нижнее подчеркивание YouTube. Реально работает. Купите скутер. А-а-а. Все, понял. Вторая тактика. Попробуй просто попросить. Вдруг у нее будет хорошее настроение. И да, я знаю, что звучит маловероятно. Но я слышал пару легенд. Пару легенд. Когда... Пару лег... Легенды гласили, что если свою молодую мамуленьку попросить не пойти сегодня в школу, она может, не долго думая, но все же... Частично обдумав, что произойдет дальше, сказать, что можешь не идти сегодня в школу Богданчик. И я бы не пошел. Раз в сотни лет, все-таки это скучалось и... Получалось. Да. Поэтому попробуй. Я в тебя верю. Ну вот, в принципе, все. Это все тактики или лайфхаки. Пиши, кто мы лайфхакеры. Что это за дебильня? Вот смотрел одного ютубера, он говорил, пишите, кто мы лайфхакеры. Ну, дебил. Дебил же ж. Так вот, это все тактики, которые я знал. Если ты знаешь какие-то свои... Я... Кто мы лайфхакеры? В комментариях с удовольствием прочитаю. Прямую на вооружение. Я, конечно, понимаю, что хитрожопый школьник рассказал бы вам намного больше. Но, увы, я не хитрожопый школьник. Я так не умею. В общем, если тактики... Дэн. Нормас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайков на новые видео. И, кстати, да, не повторяйте эти вещи в реальной жизни. Если что, я ответственности не несу. В смысле ты не несешь ответственности? Дэн! Ты, грубо говоря, сейчас был... Знаешь кем? Инициатором всех этих действий. Так что ты являешься нашим папой. Чего? Как я к такому выводу вообще пришел? Идиот. Не несу. Если вы переоденетесь со своей мамой и пойдете так в школу, я ответственности не несу. Еще раз подчеркиваю. Это все шутки. Юмор. Пусть потом ваши родители на меня в суд не подают. Понятно? Я не виноват. Пока. А в натуре здесь кто-нибудь пойдет. Нормально. Все. Идеально. Короче, ну чего можно... Вот так. Короче, ну чего можно сказать. Просто мне хочется говорить на фоне Дениса. Это намного лучше. Вот сейчас. Здрасте. Вот, здравствуйте. Короче, что я могу сказать. Ну, ребята, вы должны понимать то, что вот если вы переоденетесь в костюмчик мамы, ой, не в костюмчик мамы, а просто в одежду мамы и возьмете ее парик, то все, это хана. Не, ну у кого мама лысая, у тех парик, да, это логично. Я имею в виду просто, кто будет похож очень сильно на маму, когда оденется, то лучше не стоит этого делать, потому что реально вы голос не сможете спародировать. То есть, допустим, я своей мамой... Богдан, идите в школу! Не, не смогу. Короче, если что, ребята, у меня большая к вам просьба. У нас в описании с вами есть инстаграм. Подпишитесь, пожалуйста, на него, если вам не трудно. И самое важное, и самое главное, что я хотел бы вас попросить помимо инстаграма, поставьте на колокольчик видосы, чтобы вам приходили уведомления. И самое главное, чтобы когда вы лайкали видосы, комментировали, я смотрел эту активность и добавлял у вас друзья. То есть, те, кто поставил на уведомления, на колокольчик, те, кто поставил на рассылку уведомления ВКонтакте, лайки, репости, комментируете все записи ВК, Тех я добавляю в выходные самых активных людей Поэтому я думаю, вы поняли И после добавления, если вы перестаёте это делать То я удаляю, конечно, из друзей Ну это логично Поэтому, ребята, спасибо огромное всем тем, кто досмотрел до этого момента Ставьте в инстаграме Ой, подписывайтесь в инстаграме Ставьте на колокольчик, ещё раз повторюсь Подписывайтесь и оставьте свой комментарий Я почитаю, если что, я лайкаю комментарии Посмотрите сами, если не верите Спасибо огромное за просмотр Всем пока, да! Спасибо за просмотр!